Приветствую вас, дорогие друзья! Поговорим сегодня о пользе каланхоэ. Но я вам рекомендую проконсультироваться и выяснить у врача, возможно ли применение каланхоэ для вашего здоровья. Вы должны удостовериться, что у вас нет аллергии и непереностимости. Существует более 200 видов каланхоэ. Для вас из детства более знаком вот такой вот каланхоэ, на котором растут маленькие детки. Он действительно очень ценный, лечебный, потому что он омолаживает организм. Еще нам знаком каланхоэ в том, что всего лишь капелька этого сока помогает нам излечиваться от насморка. Но, повторяю, консультация врача обязательно. Для этого каланхоэ листик надо сломать, помыть и оставить на сутки в холодильнике, для того, чтобы он активизировал свои свойства. А потом просто взять чеснокодавилку, порезать этот листик и выдавить его. И вот капелька в одну-в другую ноздрю, вы почихаете очень хорошо, и у вас очень быстро пройдет насморк, потому что это антибактериальное и противовирусное средство. Вот такое каланхоэ тоже нам подходит. Но вы должны учитывать, если вы его купили в гипермаркете, то оно выросло практически на минеральных удобрениях. И это очень для нас неблагоприятно. Поэтому мы говорим о растениях, которые у вас растут только в доме. Если противопоказания ни в коем случае нельзя беременным, аллергия, индивидуальная непереносимость, болезни печени, цирроз, гепатиты, гипотония, то есть снижает еще давление, и различные опухоли разного происхождения. Поэтому обратите внимание, прежде всего, на противопоказания. Итак, мы используем каланхоэ в том виде, о котором я вам рассказала. Это может быть кашица, это может быть сок, это могут быть настои, отвары. При гастрите, дуодените, энтероколите используется 1 чайная ложечка сока на полстакана воды 4 раза в день. Но вы должны обратить внимание, что может появиться изжога, понос, поэтому в этом случае или уменьшаем, или отменяем это лечение. Каланхоэ также используется как и аптечный препарат. Это противовоспалительный препарат. Он используется для внутреннего и наружного применения. Обладает всеми свойствами натурального этого сока каланхоэ. Заживляет раны, язвы, лечит кишечник. Поэтому, может быть, есть смысл купить уже готовый каланхоэ сок в аптеке. Также излечивает кожные проблемы. Используем при заболеваниях стоматита, это десна. Используем гастрит, калит. Для лечения вен очень хорошо смазываем вены наружно. Ожоги, гнойные раны помогают лечить болезни желудочно-кишечного тракта. Гинекологические заболевания используются как параллельно средства для лечения туберкулеза. Очень различные используем настои, экстракты, сок непосредственно. И его хорошо использовать также в сочетании с другими средствами, с другими травами. А можно также с феодотерапическими процедурами. И даже если вы принимаете антибиотики, добавьте каланхоэ в схему лечения. Это будет очень хорошо. Повторяю, что каланхоэ обязательно листики надо сорвать, промыть, положить минимум на сутки в холодильник. И только потом использовать как кашицу, как сок, как мазь. Это будет очень важно. Если вас интересует рецепт при варикозе, то тогда ли соком или мазью из каланхоэ натираем ноги снизу от супней до колен. Каланхоэ излечивает панарицей, такое сложное заболевание. Грудницу, мастопатия используется при гингивитах, гнойных воспалениях на коже. Можно просто листья, которые пролежали в холодильник, нарезать, наполнить ими пол-литровую баночку, залить сверху спиртом или водкой. Настаивать в темном месте 10 дней, встряхивая, закрыть и потом использовать как наружное применение. Можно использовать точно так же мазь, использовать любые жиры в арсенале. Мазь хранится достаточно долго и тоже для наружного применения очень хорошо. Помогает снимать боли, очень эффективно при обморожениях, если есть чири, пролежь, нитрофические язва. А вот косметологи успешно применяют каланхоэ при лечении угрей и пятен на лице. Я надеюсь, что каланхоэ всем вам знаком. Я только напоминаю вам об этом растении. Пожалуйста, обязательно консультируйтесь с врачом. Используйте как параллельное средство для восстановления своего здоровья. Прекрасное растение практически находится у каждого в квартире. Обратите внимание на то, как вы украшаете свой мир цветами и здоровьем. А канал Марина Цветы начал для вас новую рублику «Цветы для вашего здоровья». Ну и другие растения, эзотерика растений. Я думаю, вам это будет интересно. Подписывайтесь, колокольчик оповестит вас о встрече со мной. Напишите в комментариях, какие вас растения еще интересуют. Или свои, может быть, рецепты фитотерапии. Это будет очень важно. И я вам желаю здоровья и чтобы у вас все было здорово. Продолжение следует...